Здравствуйте! Меня зовут Александр Даганилов. Мы находимся в городе Иркутске. И это за моей спиной дом на улице Макаренко, который прибит к адресу сибирских партизан 32. И сейчас, я надеюсь, что у меня получится, на моих часах 11.30 утра, сегодня суббота, я хочу забраться по лесам для того, чтобы сфотографировать, сделать кадр с мест, с балкона, с которого пел Владимир Семенович Высоцкий довольно продолжительное время тому назад для аудитории, которая случайно шла с танцев и слышала этот импровизированный концерт. О том, что здесь пел Владимир Семенович, говорит доска, которую, безусловно, отмоют, в то время, когда здание покрасит, леса эти уберут. И, в общем, я не буду тратить ваше время. Сейчас я полезу по этим лесам и беру. А вы там в комментариях гадайте, задавайте вопросы, почему он не мог договориться с нынешними владельцами этой квартиры. Мне это уже не интересно. Пока! Вот он удалился. Ага. Лестница в небо. Жители дома не взволнованы. Столько, поскольку тут ежедневно малира и ходит по этим трапам. Ага, вот он. Еще этаж. Момент, когда лестница закончилась. Что сделает Александр Данилов? Вероятно, в прошлой жизни он был альпинистом. Нет, он в детстве хорошо лазил по забору. Да, конечно, мечта требует серьезных усилий. А иногда кто-то помогает с бычей мечет. Как вот, например, в ТСЖ решившая побелить дом. Он близок к своей цели. Вот тот балкон, на который ведет его мечта. Когда он будет там. Ого, ответственный момент. Ответственный момент. Ответственный момент. А вот представьте себе. Мы через много-много лет сейчас, возможно, сумеем увидеть то пространство, которое видел Высоцкий. А мы сейчас похожи на тех людей, которые слышали Высоцкого и вот так же удивлялись, увидев сейчас Данилова на лесах. А тогда это Владимир Высоцкий. Я думаю, что для кого-то это было чем-то таким невероятным. Но я же его ни разу не видел. Нет, глазам своим не верю. Это Высоцкий, да? Вот так бывает. Только на кассетах, на бобинах. Да. Ну, тогда на... Ну, и уже эта самая пластинка первая была. Фотографии были. Фотографии-то были, понятно. А вот именно чтобы живем-то его... Здесь же он в театрах не играл. Ага, вот Александр. Прямо рядышком с этим балконом уже идет съемка. Молокатый эксперимент, а если бы хозяева на балкон запустили. Но, увы. Встать на тот балкон. А там сетка, да? Какая сетка? Нет, ну вот... А, ну, возможно, да. Сетка на балконе. То есть на балкон попроситься нельзя. Может постучать бы в окно. Если два с половиной года добивался аудиенции и бесполезно. Угу. Что предпримет оператор сейчас? Он меняет позицию. Вот оттуда, куда сейчас направленная его камера, шли с танцев молодые люди. Да, это невозможно, да, оказаться на этом балконе, к сожалению. Но опять же, оказаться рядом с балконом. Практически. Да, то есть расстояние это два метра. Какая выдержка у жителей дома? Никто не поддаются панике, возмущению. А, да, да, да. У меня вот на этаже ниже... И вот под решеткой на первом декабре. Да, поменялось все в этом доме. Да? Практически. Конечно, и балкон был другим. Ну, естественно. Он уже не был застеклен. Вот балконы вот такие. Даже эти вот саночные рейки, этих еще так не было. Это уже сделали, наверное, в году в 79-м, 80-м завод было проспансировано. Вот это вот получается на третьем этаже саночная рейка, да? Это вот саночная рейка. А деревянное окно, вот такое, как было когда-то во времена. Владимир Семенович, да, это вот только тоже на третьем этаже, этажом ниже. Остальные все уже теперь пластиковые окна. Вся улица была, эти балконы сделаны. Рейкой, да. А также просто арматура вот и все. И деревянное перельце. То есть... А рейка, это уже потом, это уже, видимо, сами красили. То есть, каждый дом имел свой рисунок для саночной рейки. Это было, ну, как это, радуга, попугай, красиво было. Подкрашивали эту рейку потом. Александр о чем-то говорит на свою камеру. А дом был такого же цвета всегда? Нет, он был, да, серый низ и какой-то охровый и коричневый верх. Наши два дома были напротив 21-29, они всегда были зелеными. Вот в последнее время стали красить почему-то красным. То есть, каждая дома свою расцветку имела. вот этот был такой вот. Да, серый. Серый внизу и вот охровый. А там уже или салатовый или вот такой охровый. Тогда, когда пел Высовский. Не помню. Но серый низ это все вот эти застройки дома такие, которые первый этаж отделен от следующих парапетиков. Они все низ был всегда серый. салатовый нейтральные тона все будет по-русски. По эргономике он не бросается в глаза. Интересно, сейчас так же сделают? Как-то по-другому? Вот же серый же делают. А вот здесь уже видишь, мы уже вставку сделали целиком вертикальную белую это началось с начала улицы сибирских партизан. Такое экстравагантное покраски потешили. Ясно. Так, Александр снова надевает волшебные перчатки. вот уже и жители второго Иркутска шествуют по улице, немножко удивляясь, глядя наверх, но хладнокровию жителей этого района Иркутска можно и хладнокровием можно восхищаться. на лесах так на лесах человек в прекрасной красной курточке и жилетике функциональном. И вот что я натворила нечаянно. маленькая испортила. Это было восхождение к мечте, а теперь и только немного завидую тем, в которых вершине еще впереди. Ну, я думаю, у Александра есть еще очень много идей и мечтаний. связанных с тайными города Иркутска. А вот и полиция. Нет, это Росгвардия. Росгвардия? Ну, все равно это не полиция. Люди проехали. Никто их не взволновал. представители власти были. Их тоже ничего не удивило. охранную структуру. Ну, все равно охрана так. Мы видим нашего героя, приближающегося к нам. Одухотворенное свое количество. Итак, мечта, творческая задача, которую я поставил себе два года тому назад, полгода потратил на ее гражданское, спокойное осуществление свершилось. Того балкона, где пел Высоцкий, фотография сделана без проникновения на этот балкон, владельцем которого сейчас являются другие, немножко далекие, отстраненные от этой искусской истории люди. Спасибо. С вами был Александр Данилов. Всех целую, остальных обнимаю. Стоп. Продолжение следует...